Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 6 января. Рождественский сочельник. Один из важных дней православной церкви. Отмечает сочельник канун Рождества Христова. Самый важный праздник после Пасхи. Именно в эту ночь на свет появился Иисус Христос. Сегодня полагалось поститься весь день, готовить праздничное угощение, приводить в порядок одежду. Нельзя встречать Рождество в черном. Как только загорится первая звезда, значит Иисус Христос пришел в наш мир и можно начинать праздновать. Канун Рождества обязательно калядовали. Парни и девушки ходили по домам, распевая песни каляды. Так они поздравляли хозяев, желали им здоровья и процветания. За это им давали угощение и деньги. Пока не взойдет в небе первая звезда, старались не есть. Празднику готовили обильный стол, делали уборку в доме, натирали полы ветками можжевельника, чтобы в доме стоял приятный свежий запах. Под Рождество было принято сжечь навоз, чтобы родители на том свете согрелись. И, конечно, в ночь перед Рождеством гадали. Согласно верованиям, гадания в это время всегда были правдивыми. Особенно отличались девушки. Они собирались вместе, чтобы погадать на своего суженного. Сегодня почитают святую Клаудию и святую Евгению. Приметы. Сегодня судят о том, каким будет месяц декабрь. К тому же морозный день сегодня обещал хороший урожай. Если в сочельник ночью небо звездное и безоблачное, значит будет богатый урожай ягод и грибов. А лето теплым. Если тропинки в лесу черные, видна земля, это к богатому урожаю гречихи. Звездное небо в сочельник хорошему приплоду скота. Запрещено заниматься шитьем и рукоделием. Это грех. Сегодня нельзя вносить мусор из дома. Чтобы удача была в доме, надо впустить калядовщиков. Костеприимство к исполнителям калядок – залог процветания и достатка. Если в сочельник попариться в бане, это даст человеку защиту от болезней на весь год. Сейчас наступают самые суровые морозы. Поэтому существовала такая поговорка. Зима резвится не только в лесу, но и у человека на носу. Почему яблоки так полезны еще с древних времен? Потому что в них содержится ряд различных полезных для организма человека веществ. Мы уже говорили, что это питательные вещества, такие как сахара, которые нам идут на пользу. Там имеется мягкая клетчатка. Мягкая клетчатка. Там имеются пектины. Клетчатка и пектины способствуют тому, что различные вещества, которые у нас имеются в желудочно-кишечном тракте, они связываются и выводятся из организма. То есть с помощью, оказывается, регулярного употребления яблок мы можем с вами очистить желудочно-кишечный тракт. А так как там еще имеется клетчатка, мягкая клетчатка, которая действует не раздражающе на желудочно-кишечный тракт, то получается, что она еще дополнительно стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. И это хорошее средство от запоров. Если вы хотите избежать такой распространенной среди современного населения проблемы, как запоры, скрытые запоры, которые являются основой для развития онкологии и прочих серьезных заболеваний, обязательно съедайте 2-3 яблока в течение дня. И у вас этого не будет. Какие же вещества имеются в яблоках? Перечислим. Витамин С. Витамин С. Имеется? Имеется. Много? Ну, я думаю, что не больше, чем в апельсине. В яблоках витамина С меньше в 10 раз, чем в апельсинах. В апельсинах. И витамин С, и долго держит. Поэтому вот эти как раз зимние сорта и рекомендуется использовать для нашего укрепления. Именно вот в подобии, которое сейчас. Далее. Там имеется интересный такой витамин П, который способствует укреплению сосудистой стенки. И если у вас имеются какие-то капиллярные звездочки, знаете, вот глазки потрете, они у вас сразу становятся красными. Это говорит о том, что как раз вот этого витамина не хватает. Обязательно кушайте яблоки. Сосудики станут у вас такими эластичными, прочными. И никаких проблем не будет. Значит, витамин П. Содержится клетчатка, я сказал, мягенькая клетчатка. Содержится пектины. Интересные такие вещества, которые способствуют очищению организма. Содержатся, значит, такие вещества, которые как раз вот эти пектины, они очищают организм и от холестерина. Поэтому существует интересная рекомендация. Если вы хотите, ну, у вас уровень холестерина высокий, снизить уровень холестерина, то в течение двух недель кушайте от трёх до пяти яблок в течение дня. И ваш холестерин за это время понизится, знаешь, сколько, Катя? Ну, в процентах не знаю. На 30 процентов, на 1.3. Это очень хороший результат. Это говорит о том, что сосуды становятся чистенькие. Это говорит о том, что кровь хорошо поступает к головному мозгу. Отчего у пожилых людей увеличивается память, нету никаких болей и прочее, прочее. Другими словами, хотите избавиться от старческого недомогания какого-то и улучшить память, обязательно кушайте яблоки. А вот кушать яблочко стоит с кожурой или без кожуры? Вот. Теперь мы к интересному такому вопросу подошли. Ещё мы не закончили, какие, значит, интересные и важные питательные вещества содержатся здесь. Оказывается, мы только говорили с вами о мякоти. Что здесь? Витамин С, пиктины, клетчатка, сама вода, ароматические вещества. И даже интересно, содержатся такие вещества, по-научному сейчас я скажу. Эпикотехин. Для роста волос. Вот это. Но он ещё защищает сердце и сосуды от разного рода повреждений. И обладает, как говорят некоторые исследования, даже ещё таким омолаживающим действием. Поэтому, когда говорят об омолаживающем эффекте в молодильных яблочках, это не просто у нас сказка. В мякоти яблока ещё содержатся антиоксиданты. Все о них знают, что это такие удивительные вещества, которые препятствуют процессам окисления нужных веществ в клетке. И тем самым препятствуют её преждевременному старению, либо перерождению в онкологическую клетку. Вот чем важно оказывается. Поэтому яблочко обязательно надо есть тем, кто хочет выглядеть и молодо, и защитить себя от различных онкологических заболеваний. Вот. Мы с тобой разобрали, какие вещества находятся в мякоти. Но оказывается, учёные установили, что кожура содержит ещё больше полезных веществ, нежели мякоть. А кожура – это первая линия обороны любого живого объекта. Растения, животного. Вот. Значит, в кожуре содержатся особые вещества, которые подавляют рост различных грибков, подавляют рост различных бактерий. И, как я сказал, содержат очень много различных минеральных веществ. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша кожа была хорошая, волосы, ногти, где эти микроэлементы взять? Конечно же, взять в кожуре. Кожуру ни в коем случае не выбрасывать. Но только в тех яблоках, которые не покрыты воском, которые не захимичены. Вот. Эти яблоки не подойдут, а тем более кожура от них. Далее у нас имеется ещё сердцевина. А, да. Это всегда, вот, когда кушаешь яблочко, всегда выкидываешь огрызок, не доедаешь, так можно сказать, да? Это правильно? Или стоит всё-таки съедать яблоко полностью? Мы берём с вами яблочко и вот так вот разрезаем. Так, до серединки мы с вами не добрались. Ещё разок срезаем. Как раз мы с вами перерезали камеру, где находятся семечки. И видите, раз, два, три, четыре, пять. И вот они, семечки. И у нас получается, что в пяти камерах раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять зёрнышек. Вот этих девяти зёрнышек вполне достаточно съедать. В течение дня для того, чтобы организм был обеспечен биологически активным йодом. И мы не страдали заболеваниями от йододефицита. Кстати, важно отметить такую особенность. Червячок, он ест не кожуру, он ест не мякоть, которую мы так с вами любим, а он ест зёрнышки. Почему? Да потому что именно в зёрнышках находится концентрация жизни и концентрация наиболее мощная, сильная и нужная для нашего организма, вообще для живого организма, биологически активных веществ. Поэтому червячок проникает в яблочко, прогрызает его и ест только зёрнышки. Поэтому зёрнышки ни в коем случае не выбрасывайте. Даже хвостики помогают. Они так же, как и кожура, содержат очень много микроэлементов. Поэтому и хвостики не выбрасывайте. Наоборот, собирайте их, отваривайте, и получается такой прекрасный чаёк. Вот эти вот, как зубочистку их ещё, да, можно использовать? Я слышала, яблочные вот эти, да, пожевать. Для того, чтобы зубки укрепились. 12 лунные сутки Энергетика этих лунных суток активизирует сознание человека от чувства милосердия и сострадания. Сутки имеют свой символ сердца, который повсеместно связывают с милосердием, состраданием. Считается, что если в этот день не оказывать милосердия и сострадания, то можно самому этого лишиться. Сегодня противопоказанное проявляет злобу и ненависть. Не следует отчаиваться и плакать. Наоборот, молитесь, просите, меняйтесь, становитесь иной личностью. Сегодня не следует перенапрягаться. Наоборот, ограничьтесь пешеходными прогулками, с любимым человеком. Питание сегодня жидкое, свежевыжатые соки, отвары трав, фруктовые компоты. Тринадцатые лунные сутки. Дело идет к полнолунию. Приливная волна в океане вновь набирает силу, а в организме усиливается циркуляция всех жидкостных средств. Крови, лимфы. Усиливаются и обменные процессы в организме, ведущие к его обновлению и омоложению. Что касается энергетической активности, то есть энергия находится в пищеварительных органах, от работы которых во многом зависит обновление ткани. Чтобы максимально использовать особенности этих суток, ешьте только свежую пищу, пейте свежие соки, обновляющие кровь, яблочные и свекольные. В готовое блюдо добавляйте по горсточке проросшей пшеницы. Приливаются совместные действия, направленные на получение и обмен знаний. Продолжение следует...